Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня так уж получилось, прошу прощения, но хотелось бы сразу разграничить до заплыва еще на этом берегу буйки. Мы не будем говорить о производителях хлеба, молока или каких-то продуктов из переработки из ягод. Мы будем говорить о тех, ну и ювелирной отрасли мы тоже затрагивать не будем, поскольку это все-таки вещь в себе. И мы будем сегодня говорить о мелких товарных производителях. Ну, кто сегодня собрался, давайте посмотрим сразу после нашей заставки. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, добрый вечер всем еще раз. Так уж получилось, что с февраля месяца я начал, ну, как бы тусоваться, вращаться в кругу. Так получилось. То есть кустарных мелких производителей, которые производят совершенно различные вещи. Кто производит галантерии, кто производит там ювелирные украшения, кто производит какие-то элементы одежды, можно сказать, да, кто производит мебель и тому подобное. И еще раз говорю, это вроде бы предметы, но не такие. Их не едят, их, как бы, очень масштабно не, в промышленных масштабах не производят, не экспортируют никуда. А вроде бы вещи такие, ну, человек строится, допустим, ему нужны элементы ковки, допустим, к примеру, для того, чтобы сделать свое жилище уютнее. Человек хочет, чтобы его, допустим, в офисной обстановке украшали вещи, эстетика которых ему близка и понятна. Он обращается там к людям, которые вырезают скетчбуки, получая вот ту самую вожделенную вещь. Человек хочет, чтобы, допустим, у него на прикроватной тумбочке стояла хорошая эстетичная там подставка для телефона. Он идет куда-то к мелким производителям, заказывает чуть ли не на индивидуальной основе и так далее. И какие вещи с этим связаны, и при чем тут Алан Халэм, мы сегодня поговорим в нашем эфире. У нас сегодня двое из товарищей, из курирующих министерств, Министерство инновационного, инвестиционного развития получается, да, и Министерство культуры и духовного развития. Я путаюсь сейчас, да, в названии министерства, так уж, прошу прости. И еще одна представительница, вроде бы, финансового структурного, какое отношение имеет Республиканская Алмаз-Аргенбанк к местным мелким товарным производителям. Ну, давайте мы сегодня поговорим еще раз. И вот начать хотелось бы, вроде бы, с такой вещи, да. На прошлой неделе я побывал на открытии, ну, состоялась так называемая биржа контрактов. Анастасия, вы там были? Вы тоже были там, да? Биржа контрактов на новом мебельном кластере. Вообще вот эти кластера и так далее, и так далее, вот это вот направление, да? Я не говорю пока про Алан Халэм. Там вообще целый квартал был посвящен, который народным мастерам был посвящен, да? Вообще вот эти кластера и так далее, как вы считаете, Александр, это вообще эффективная форма, ну, не знаю, поддержки, что ли, вот этих мелких производителей? Конечно же. Кластеризацию придумали не у нас далеко. Давно-давно это придуманная схема, придуманная форма именно организации, поддержки, прежде всего, малого бизнеса, где они получают не только имущественную поддержку, размещаясь на одной территории и платя льготную аренду, получая при этом различные преференции, но так и за счет синагетического или мультипликативного эффекта они получают преимущество по сравнению с теми предпринимателями, которые работают вне границ того же кластера, например. Потому что кластер под собой подразумевает деятельность различных предпринимателей, которые работают примерно в одной отрасли. Они могут друг другу помогать, обмениваться опытом, обмениваться, допустим, друг другу одалживать оборудование, станки. То есть это некий коворкинг-центр, который, допустим, вот в нашем случае, это получается, собрались мебельщики, которые в единый кластер, да? И у них получается некий коворкинг-центр, то есть у одного нет того-то и так далее. Можно и так сказать. В принципе, можно и назвать это коворкинг-центром. Но на самом деле это кластер, конечно. Ага. Кластер это примерно то же самое, что технопарк, да? Вот существующий. Ну, не совсем. Технопарк, он наценен больше на инновационную, как вы вначале сказали, направленность. А кластер, он конкретно для производственников, которые не несут себе, могут, конечно, нести инновационную составляющую, но это не требование, это не обязательно. Он больше похож, наверное, на бизнес-инкубатор, которым мы тоже занимаемся бизнес-инкубаторами, и малый бизнес там размещается, и тоже получает определенные преференции и преимущества, находясь и работая в рамках, в стенах, вернее, бизнес-инкубаторов. Ну, мы видим две модели, да, то есть какие-то монструозные компании, типа Сахаболте, к примеру, или там почивший Бозе вот этот Сахамебель, который требовалось, ну, миллионы вливаний, да, тем не менее, вот оборудование, которое я на Сахаболте был, в принципе, познакомился, очень близко с его работой, оборудование, которое 25 лет тому назад было приобретено, оно до сих пор работает, наладом дышит, конечно, да, но работает. Это одна модель, да. Вторая модель – это прибегнуть к помощи, ну, таких вот ребят, получается, которые, они автономны, они ни от кого не зависят, они по большому счету даже не ждут вот эту вот поддержку, да, типа льготной аренды и так далее. Хотя, наверное, Ренат, было бы приятно, допустим, получить льготную аренду на довольно большой площади? Ну, конечно, было бы приятно, но мне, в принципе, много места-то и не надо, вот, ну, как вы уже сказали, я не жду особо каких-то привилегий и льгот ни сейчас, ни в будущем. Я считаю, что я и сам могу справиться с, скажем так. Так, отлично, самодостаточные вообще люди – это всегда шикарно, да? А что тогда важно, прежде всего, для вот мелкого штучного производителя? Ну, я, как бы, мелкий производитель, но я не считаю, как бы штучный, потому что у меня, как бы, производство настроено и на какой-то… Поток какой-то, да? Нет, и не то чтобы поток, это и какие-то крупные объекты, там, скажем так, ну, художественная ковка – это, скажем так, предметы и, там, ворота, заборы большие, там, и вплоть до, там, кованой мебели какой-то, там, и мелких аксессуаров, там, вплоть до открывашек, штопоров и поставок под бутылки для вина. Вот, как вам сказать? Я так подозреваю, что будь прозрачнее, будь понятнее вот эти все правила, да, то есть ставка налогового обложения, страховые выплаты, какие-то там декларативные вот эти требования со стороны государства, которые необходимы для существования вообще государства как такого, да, и все, больше вас не трогать, да? Да, у нас просто, во-первых, чтобы всего этого добиться, это нужно исписать кучу бумажек, пройти кучу инстанций, да, и, опять же, не каждый знает, где и куда обращаться, вот, например, как бы я, вот, я не то чтобы не хочу, да, я просто не знаю, куда пойти с этим совсем. То есть бюрократически вот этот препон, это основное препятствие для развития вашего... Ну, оно не основное, оно одно из, да. Одно из, да? Ага. Согласиться, наверное, ну, любой, кто является предпринимателем и так далее, который заполняет вот эти бумажки и прочее, это, конечно, с вами согласится. И, ясно, еще раз говорю, я акцентирую на том, что собрались здесь представители, не морс производят, там, как пюн, да, не хлеб, там, не медвенский и так далее, а люди производят вроде бы, ну, не предметы искусства как таковые, да, но близкие к тому, то есть вещи, которые вроде бы... Причем тут банк? На самом деле идея возникла еще в прошлом году. Какая идея? И идея создания, так скажем, креативного пространства, кластера, да? Опять кластера? Да. Дело в том, что у нас сейчас через, не знаю, там, если смотреть в будущее, лет через пять, то банк уже сейчас должен работать над тем, чтобы прорабатывать свою клиентскую базу. Если мы сейчас возьмем срез потребителей и вообще возрастной и так далее, да, мы увидим, что через пять лет вчерашние наши школьники, которые сейчас увлекаются именно не вот этим вот масс-маркетом, а нишевыми какими-то вот такими вещами, это вот брендовая дизайнерская какая-то одежда или предметы интерьера те же, да, и украшения необычные. Именно, которые сделаны только в одном единственном экземпляре, либо в нескольких штучных просто изделий. Мы увидим, что они через пять лет будут самым платежеспособным, получается, населением. И если сейчас говорить о том, что, да, есть виды бизнеса, устоявшиеся, как строительство, как торговля и так далее, так далее, то если мы посмотрим на тот же, извините, Запад и вообще даже в России, на Москву и на Питер, то мы видим, что такие кластеры имеют место быть в экономике. И такие кластеры дают эффект разорвавшейся бомбы. То есть они очень сильно и быстро дают прирост. Соответственно, это стартапы, это интересные стартапы, которые могут выстрелить, в том числе и поучаствовать в так называемом брендировании Якутии, чтобы мир о нас узнал, чтобы сейчас, как вообще, как я в тот раз говорила, да, о наших ножах, о мысах уже знают. Но знают именно те люди, которые ими пользуются непосредственно. Если говорить, что если мы будем выходить на мировой рынок, то здесь нашим ребятам нужна помощь. В чем принцип банк берет на себя роль бизнес-ангела? И он говорит, ребята, вот у меня есть непрофильный актив, вы заходите туда, творите, делайте, что хотите. А вот эту вот скучную волокиту бумажную, как 13 человек говорит, я на какое-то время беру на себя, и в то же время я берусь за то, чтобы вас обучить финансовой грамотности, чтобы вас ввести в игру, и чтобы на первое время вы не думали о том, что я там не заполнил какие-то бланки и так далее и тому подобное. Это на первое время я беру на себя. То есть в какой-то период я их, грубо говоря, взращиваю, и потом уже выпускаю готовый продукт на рынок. Ну это то же самое бизнес-инкубатор получается? Это тот же самый, абсолютно. Ну почему не тот же самый? Это когда мы говорим о бизнес-инкубаторе, то здесь мы... Помещение. То же самое, бизнес-инкубатор есть помещение? У вас есть. Сопровождение бизнеса? Подождите, самое большое отличие моего кластера будет заключаться в том, что я буду непосредственно зависеть от своих жителей, поскольку я буду напрямую жить за некоторую долю, допустим, какой-то процент от их доходности. То есть я напрямую буду заинтересована в том, чтобы у них все получилось. Ага, вот это уже... А при чем тут товарищ первый заместитель Министерства культуры? Так, ну вообще, как бы кластерный тип развития, он характерен для... Да вы все разговаривали, что ли, с троим кластер? Для культурных индустрий, не только потому, что это, ну как действующий механизм, который применяется во многих странах, это уже опробованная схема, и есть те предприятия, которые организуют франшизы, и вот речь идет об этом тоже, да. Это еще и, как бы, возможность создать среду для творческого индивидуума, который в нее входит и может создавать новые продукты. Вот для творческих людей им необходимо находиться вместе для того, чтобы взаимодействовать, для того, чтобы создавать новые проекты, определенные проекты образовывать какие-то рабочие группы, потом их расформировать, создавать новые и через это развиваться. То есть именно создание творческих продуктов и продуктов в сфере культуры, оно характерно кластерным типам, поскольку оно создает еще, как бы, среду для, благодатную среду для творческих идей. Вопрос подковыркой, а проектное управление там тоже будет, да? Проектное управление, да, это будет, ну, в ограниченной форме, поскольку проектные механизмы сейчас только внедряются, и мы будем часть элементов внедрять, поскольку вообще по развитию народных промыслов, как местного производства, у нас стоит большая задача. Сейчас глава республики поставил перед всеми отраслевыми министерствами формировать различные виды местного производства. По отрасли культуры у нас два направления. Одно из них это аудиовизуальные технологии, и второе это как раз-таки вот народные промыслы, участники, которые сегодня собрались для беседы. Большое спасибо за вообще вот эту тему. Она волнует, на самом деле, огромное число людей, жителей нашей республики, поскольку наш субъект уникальный, многонациональный, национальный субъект, который имеет свой колорит, и это один из механизмов сохранить нашу национальную самоидентичность. Вот в этом наша заинтересованность, и мы, как министерство, прилагаем усилия, разработанная сейчас дорожная карта для того, чтобы мы в течение двух лет внедрили механизмы, формы поддержки именно производителей в сфере народных промыслов. Хорошо. Понятно, там стартапы, пластеризация, бизнес ангельства и так далее. Вот стоит Арсанды. Тебе сколько лет? Мне 25. 25 уже, да? Ну, юно выглядишь. Я думал, тебе 18-м. Хорошо. В чем заключается твой бизнес? Мы занимаемся лазерной резкой, агравировкой по заказам и свою продукцию тоже производим. Кто приобрел тебе оборудование? Что еще раз? Оборудование кто приобрел? Отец. Отец приобрел. То есть, отец выделил гараж, купил станок и сказал, Арсанчик, иди плавай, да? Крубо говоря, так, да? Примерно так. Примерно так. Самый крупный твой заказ на текущий момент, скажи мне. Мы делали скетчбуки, блокноты такие. Отправили их в Питер. Крупный был, ну, относительно, тысяча штук. Ну, для якутска это крупный, да? Ну, да. Для якутска это крупный. Хорошо. Хорошо. Мы видим пример того, что люди совершенно без ангельства, совершенно без, скажем, опеки и так далее, на отцовские деньги сидят. Он, по крайней мере, себе на куку-кулу с кино сходить обеспечивает. Согласна? Согласна. Ну, хорошо. А дальше развитие какое у него будет? О, давайте. Ага. Теперь форсайт такой, да? Тоже модное слово. А взгляд вперед. Как ты видишь свой бизнес лет через пять? У тебя название хорошее такое. Мануфактура Нордвуд, да? Да. Да. Ну, два года вперед, вот так посмотрим. Два года? Да, два года. Ну, поставлять свою продукцию в города России стабильно, как минимум, только, как максимум, за рубеж. Какие каналы рекламы ты используешь при этом? Ну, в основном соцсети ВКонтакте, Инстаграм. То есть, Инстаграм, различные ВКонтакте и так далее, и так далее, да? Да. Здесь я хотел бы сказать, ну, вот в случае Арсана, у него, вернее, бизнес-ангел, он выступил отец, да? Ну, если вот иди, вот... Не все отцы такие, да? Не все отцы такие, да? Да, к сожалению. Я понимаю, что мне очень повезло, да. И вот, чтобы ему действительно раскручиться быстрее, чем, может быть, в течение двух лет, да, ему нужен толчок. Толчок наверняка должен быть финансовым. Я думаю, отец второй раз не будет помогать. Вот здесь уже могли бы мы подключиться, наши институты развития, либо вот Алмазергенбанк, наш региональный банк, в части для того, чтобы он расширил свое производство, и выходил уже не только на Питер, но и на другие города, да, чтобы это было не тысяча, а десять тысяч, допустим, вот этих скетчбуков. Здесь я хотел бы порекомендовать, наверное, Анастасии, да, в рамках организации вот креативного кластера, может быть, вот, присоединяясь к словам коллеги Валислава, продукт-продукт, да, разработать какой-то специализированный банковский продукт, как раз-таки в рамках вот этого кластера для ремесленников, то есть относительно длинные деньги с минимальным процентом, насколько это возможно. Ну, одна из задач, которую мы ставим по дорожной карте, не только финансовая поддержка в виде субсидий, да, это вообще как бы комплекс мер, который подразумевает, допустим, и создание системы сбыта, да, вот то, что необходимо, и то, что может использовать вот как раз-таки современные методы, да, маркетинга, менеджмента и так далее. Это также снабжение этим сырьем, да, сырье, то, что необходимо, и по разным видам промысла возникают самые разные проблемы, сложности, и комплекс мер по обучению персонала, да, то есть это должно быть в системе, это такая должна быть системная программа. Системный подход. Да, я присоединяюсь словам Александра. Вот, Арсан, ты знал, допустим, что, в принципе, если хорошо подойти, если там у тебя будет отдельный сотрудник, который сидит конкретно на субсидиях, на грантах и так далее, ты мог бы еще вот определенные финансовые вливания получить на совершенно льготных условиях, ты, в принципе, догадывался об этом, да? Конечно, я ходил в центр предпринимательства, но там сказали, что они только субсидируют. То есть вначале ты, грубо говоря, тратишь, они потом смотрят, насколько ты хорошо их потратил и действительно ли это стоит того, и потом решают уже возмещать или нет, то есть на это надеяться абсолютно нельзя. То есть это довольно зыбкая, скажем так, гарантия того, что твои какие-то издержки будут восполнены, да? Ну да, было бы глупо тратить миллион, мне возместят. Да, действительно, у нас на конкурсной основе, в заявительном характере, если предприниматель не приходит, никто его за ручку не хватает, не тащит, к окошку их выдачить денег. Плюс все наши субсидии действительно по факту произведенных расходов, но, естественно, на конкурсной основе. Поэтому мы сегодня больше акцент уделяем именно заемным, возвратным средствам. Они, конечно, будучи возвратными средствами, уже требования к ним поменьше и конкурс пониже, нежели чем по субсидиям, которые невозвратны. И потом производители вот в сфере культуры, народных промыслов, они имеют свою специфику, и они, может быть, не настолько, как бы, явно вот как социальный бизнес воспринимается, к сожалению, да? Хотя на самом деле, ну вот, ставят перед собой такие в том числе задачи. А мед является социальным продуктом? Мед является социальным? Нет, наверное, да? Нет, наверное. Я объясню, почему мед, причем тут какие-то социальные вещи сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, неизбежна, конечно, на нашем канале. Ну, в принципе, да, первая часть нашего разговора состоялась. Мы сразу перейдем после рекламы ко второй части. Увидимся. И мы продолжаем, продолжаем наш разговор о мелких производителях, о ремисленниках, о народных, может быть, мастерах, которые мы собрали в рамках передачи «Один из нас». И я поймал, поймал такие первого заместителя геще культуры на вопрос о меде. А мед тут притон. Вот несколько моих знакомых получили от медсельхоза беспроцентную, абсолютно, там, то ли грант, то ли субсидию на... Ну, тоже местное производство, но они производят мед. Поэтому я говорил, давайте мы разграничим морс, ювелирные изделия, поскольку это совершенно другая категория, да, и эти вещи, допустим, ножи, украшения женские, которые массовые, да? По поводу ножей. Кстати, вот, повращавшись, поизучав вопрос, я понял, что маркетинг-то изучили как раз вот эти, производители ножей. Вот они очень хорошо ориентируются на рынке, очень хорошо. Ну, и следует, конечно, тут, конечно, даже в Якутии, якутский нож для якутского мужчины, это наше все, да? То есть каждый мужчина обязан там держать в доме там по два-три хороших ножа. Согласны вы, Сын? Конечно. Да. Но, еще раз говорю, самое адекватное. Вот, смотрите, изготовитель мебели, папу возьмем, например, да? Сосны, делает он буфет, но делает из сосны, и оценивает 120, 120 тысяч из сосны. Цены на ножи, они абсолютно всегда, они не взяты с потолка ниоткуда, да? Они сформированы в условиях жесткого очень рынка, когда они сталкиваются с кизлярскими производителями, когда они сталкиваются с кучей местных вот производителей, как в Татте живет там Эдуард, тут делает Айген там и так далее, и так далее. То есть конкуренция, это наше все. Складывается нормальный рынок, когда можно пойти за 8 тысяч купить приличный нож. Согласны с этим, Се? За 8 тысяч. Конкуренция. Тысяч за 20 ты получишь такой эксклюзив, который, ну это даже для меня нормальные деньги, то есть достигаемые. Вот в вашем направлении, вот в кузнечном изготовлении ножей и вот в брендовом таком направлении, да? Вот какие трудности встречаются, какие вопросы вы хотели бы поднять? Да, вот если вкратце, то мы объединили всех кузнецов и пытаемся объединить в единый союз, чтобы они между собой не конкурировали. Опа! Я тут говорил, что конкуренция это благо, а тут... Наоборот, чтобы объединяем и выходим на российский рынок именно. Конкурируем с другими вот заводами. То есть такой танковый клин, да? Да, конкурируем с этими, с кизлярами, златоустами, новгородами, со всеми. Вот в таком плане. Потому что якутский нож, он сам по себе очень хороший товар для экспорта именно. Цены, да, вот разные, от 2-3 тысяч начинаются мелкие ножи, и до... Ну, есть до 300-200 тысяч есть ножи более из драгоценных камней, металлов, там, сделаны вот как композиция. Ну, это больше ювелирные изделия, наверное, да? Нет, это удорожание получается все равно. Ну, конечно, если ингрустировано там мамонтовой кростю. Чем больше денег заработает мастер, тем больше стимула будет у него дальше работать, обучать других. И стараемся еще один момент к молодому поколению уделять. Именно вот с прошлого года с Министерства молодежи начали совместно организовать во время эсэха молодежи конкурс именно «Молодой кузнец». В этом году тоже планируется, в планах есть. Ну, пытаемся вот именно брендировать якутский нож на российский рынок выступать. Ну, выезжаем на выставки, занимают очень хорошие места. Первые, вторые, третьи там в прошлом году заняли. В этом году первые, третьи места заняли. Именно по, как сказать, по красоте. Художественный нож именно в этом году занял первое место. И кухонный нож тоже занял третье место в этом году. Для этого, ну, проблема в том, что им сложно уезжать мастерам. Многие хотят, но с прошлого же года, да, по-моему, или с позапрошлого года, убрали же это, возмещение выставок. Вот поэтому сейчас сложновато это. А выставки вообще, как элемент развития бизнеса, это необходимость? Это необходимость. Это именно брендирование. Люди узнают там на выставке. Выиграл конкурс, может, будет продаваться очень хорошо. Ну, такие сугубо специфические вещи, которые присущи конкретно данной отрасли. Именно к ножу это относится сейчас. Ну, я так считаю пока. Есть опасность того, что вот направление якутских ножей захватит китайский производитель? Есть. Как это случилось и с чаронами, и с женскими украшениями? Есть. Опасность существует и есть уже явления, да, которые вообще, как бы, что касается народных промыслов, здесь нужно разделять создание эталонных образцов и массовый выпуск. То, что касается массового выпуска, да, вот ты сказал о том, что это все равно не хлеб, не мед, да, не что-то еще. На самом деле, вот в нашей республике мы даже не можем свое собственное потребление обеспечить собственной продукцией, поскольку, ну, вот каждый родитель, да, вот, у ребенка обязательно несколько костюмов национальных для выступлений, да, это, допустим, закупка тех же утварей, которые используются на эсэхах, на массовых мероприятиях, да, это все идет в массовом у нас масштабе. И, к сожалению, здесь у нас побеждает китайский производитель. Мы всегда говорим о том, что нам нужно сохранять эталонные образцы, и мы говорим о том, что это народное искусство, которое мы должны сохранить, но, как бы, отсекаем вот именно массовое, как бы, преапорте, да, вот эта вот штамповка вещей, которую берет на себя китайский производитель. Хотя мы ее должны тоже, как бы, курировать, да, вот это вот направление должны курировать и направлять в нужное русло. Вот каждый, наверное, хотел бы, там, ну, допустим, вот галстук там с национальным узором, да, это же все было бы покупаемо на самом деле и покупаемо в массовом масштабе. На самом деле китайцы очень тонко чувствуют рынок, и они знают, даже если мы сами не знаем, чего мы хотим, они уже знают это, и они уже делают это, и они уже везут сюда. Сейчас даже солома... Они лучше нас чувствуют, наш рынок, наши потребности... Даже солома производится китайцами. Ну, в случае с якутскими ножами, если их стандартно, ну, вести стандартно нож, будут копировать очень хорошо. Сейчас поэтому нету стандартов. Ну, нельзя сказать, что это, как бы, безвыходная ситуация. Вот сейчас тоже мы разрабатываем различные подходы, и есть у нас договоренность с РАО, что нас поддержат в том отношении, что мы можем принять свои какие-то нормативные акты на уровне республики с тем, чтобы утвердить эталонные образцы именно символов якутской культуры. Те вещи, которые вот у нас масштабно штампуются производителями из других регионов. То есть будет некая метрическая палата, где будет храниться эталонный линкебегель, допустим, или эталонный якутский нож, или эталонная якутская ложка. Унты, чорон, да, это все вот у нас сейчас, к сожалению, даже продается за пределами республики, то, что производится китайским производителем. Но китайское производство китайским производству рознь. То есть на самом деле есть вот чорон 21 век, тот же камелёх и так далее, которые, ну, вроде бы корни-то отсюда, из республики. То есть они производство в Поднебесной наладили под потребление здесь. Да, и мы должны направлять этот процесс таким образом, чтобы глина была своя, местная, чтобы это была именно местная керамика, да, потому что якутская керамика тоже, существует такое отдельное явление, якутская керамика, это не чороны из глины, это совсем другие вещи. Вот нам нужно в этом направлении развивать. И вот этот выход вы видите вот как раз в этом конгломерате с банком? Нет, это совершенно разные проекты, они между собой взаимосвязаны, но в целом это все должно работать на развитии народных промыслов, как местного производства. Нельзя сказать, что это все будет в кластере производиться, поскольку вообще народный промысл – это особый вид производства, где действительно человек должен работать в комфортных для себя условиях, он может работать дома, он может работать где-то в сельской глубинке, не обязательно ему ехать в Якутск для того, чтобы что-то создавать. Но здесь очень много разных направлений, которые имеют свою очень такую специфику. Товарищи, вы можете абсолютно смело вклиниваться, естественно, соблюдая некие этические... Почему я хочу собрать в кластере, и почему я вижу здесь молодых ребят? Потому что, да, потому что развития нет без участия молодежи творческой, которая мыслит по-другому, которая живет с другими ценностями. Ему не важны вот эти материальные ценности сейчас. То есть роману готовцу в вашем кластере места нет? Они могут работать в абсолютно... Они могут создавать совершенно новые идеи, которые нам не придут. Которые помогут нам в будущем, допустим, есть республиканская схема развития, стратегия развития 2030, и мы в ней говорим, что у нас будет развиваться туристский кластер. То есть туризм мы будем в любом случае развивать. Даже если так, даже если вот, грубо говоря, мы везем сейчас туристов не самолетами, а единичные к нам едут туристы, то я, грубо говоря, свожу их в Ильинагер, куда и бахсы, а они говорят, окей, это все отлично, это все прикольно, это все хорошо, интересно, но я хочу увидеть, чем живут ваши сейчас ребята молодые. Я хочу увидеть те вещи, которые они вот в национальном говорите что-то интересное сделали. И очень хорошо, что сегодня вот как бы как раз таки молодежь, молодые деятели народных промыслов сегодня присутствуют. Это очень радует действительно те примеры, которые могут вдохновить там и других молодых наших жителей республики. То есть это некая эклектика, да, аниме с какой-то традиционной вещью. Но это веяние времени. Это веяние времени, от этого никуда сейчас не уйти абсолютно. Сейчас возьмите любой продаваемый продукт на рынке. Он же не вот вытащенный, грубо говоря, из-под земли там какой-то... Да, не 18 века? Не 18 века вещь. Должно быть и то, и это, и талонное, и массовое. Соответственно, молодежь, в ней и есть то, как она видит этот мир вообще, как она чувствует. Давайте вот этого молодого человека, который рядом с вами стоит, даже спросим, вот его видение. Я все-таки, да, больше, наверное, к старшему поколению отношусь. Юра, ваше видение, вот то, что говорил Анастасия. Ну, честно говоря, я не совсем понимаю все, что тут происходит, потому что у творческих людей все-таки мышление намного другое, да, и я всегда за такие проекты, потому что это для меня как возможность отличная. Это движуха, да? Ну, грубо говоря, да, опять-таки, да. Из которого что-то может выйти? Возможно. И это как отличная возможность подучить вот как раз к финансовой грамотности, чего нам, в принципе-то, не хватает. Товарищ Ангал, а чем Юра занят? Я шью одежду. Дизайнеры. Да, не это, слегка непривычное, конечно, направление. Для молодых. Пашин-дизайнеры, капсульные коллекции. Юра еще скромничает, он на самом деле отшил очень много костюмов для игр «Дети Азии». Вот все наградные комиссии. Наградная группа прошлых лет. Наградная группа прошлых лет. Нет, хорошая работа, шикарная. Юрой была отшита полностью. То есть вы уже видите, что там не вот эти вот стандартные холода и платья были, да? А были интересные, стилизованные, интересные вещи. С налетом дизайна. Конечно. С глубоким налетом дизайна. Юр, на самом деле хорошая работа. А не в Китай шил? Нет, здесь полностью. Полностью здесь. То, что касается «Дети Азии», все шило здесь. Да, я понимаю. Я же сам видел, там все снимал, да? А на самом деле еще вопрос такой. Но все-таки из Поднебесной вот эти комплектующие, сырье и так далее, и так далее. Да, конечно, все материалы были заказаны не здесь, потому что там около 200 метров ткани ушло. А это в рулонах где-то 4 рулона, чего в магазинах в принципе не найти одинаковой ткани. Одного потока, да, скажем так. Да, кстати, это беда якутска. То есть здесь... Да, у нас нет, собственно, такого производства тканей и других волосырья. И поставок нет. И много чего еще. Поэтому Кавелек и Чарона делают в Китае. Да, нацинка там огромная уже идет. Нацинка вашей беды. На самом деле сейчас весь мир делает все в Китае. Да, но Nike тоже, да? Ну, да. Все делают. И все брендовые вещи делаются в Китае. Так что от этого уже не уйти. И как бы нам не хотелось, да, но... Мы должны сопротивляться. Я представил, Владислав, вот так вот стоящий. Я сопротивляюсь китайскому. Мы собрались ремесленники, то есть штучное производство. Поэтому, как бы, Китай здесь вообще, в принципе, затрагивать, я думаю, не стоит. Опять же, если говорить о каких-то, скажем так, материалах, то в любом случае мы будем материалы закупать извне. Потому что это и металлопрокат, опять же, и деревообработка. Потому что, вот сколько я общался с местными мебельщиками, из нашей древесины очень сложно что-то сделать. Потому что она... Наша сосна, она немножко не такая. Грубо говоря, закручена винтом из-за наших холодов. Вот. Как бы глина, ну, может быть, тоже я здесь как бы не силен. Но, в принципе... А руда и выплавлять железо из местной руды? Это можно, да. У меня есть, опять же, знакомые кузнецы, которые занимаются тоже ножами. Они сами выплавляют, они делают крицу, то есть, сами занимаются выплавкой. Это очень долгий процесс, очень нудный. Легче купить готовый. Да, легче покупать уже готовое сырье, из которого выковывается. Но если я вас спорю над ситуацией, это не будет ли некое полуфабрикатное такое сделать? Да нет, я бы не сказал. Полуфабрикатное это будет, если у вас, скажем так, какое-то станковое производство, штамп. У вас есть какое-то клише. Опять же, стандартизация. То есть, вы стандартизировали какой-то продукт, все положили, сделали под его матрицу, нажали педальку, и она пошла уже в производство. Просто как конвейер. Пример, японские вот эти клинки, которые еще раз тоже, там, раз в 60 лет цветет дерево такое-то, такое-то, нужно под его ветвями там собрать золу и так далее, и так далее. Вот аутентичность всего вот этого процесса. Это скорее маркетинг японцев. Скорее маркетинг японцев. То есть, они клепают также из готового сырья, но делают при этом хороший маркетинг. Да. На самом деле, вот у нас есть что показать миру. Есть что рассказать. Сама история народа Саха, она продаваема вообще априори, да? Но самое главное у нас, наша ошибка, мы не умеем упаковывать продукт. Правильно его подавать, грамотно. То есть, мы очень интересны миру, но мы, у нас нет, у нас нет таких СММщиков очень крутых, у нас нет таких суперкрутых маркетологов, которые бы, взглянув на продукт, придумали ему какую-то, ну, грубо говоря, историю, которая бы затронула сердца миллионов, да, и товар бы пошел. На самом деле, Риана в якутских украшениях, это была бы как раз та самая история, да? Да. Была бы, да? Варвара, вы производите якутские вот украшения, ну, еще раз, не из драгоценных металлов, а некие стилизованные... Аксессуары, да. Да. В хорошем смысле попсуда, то есть массовые изделия, которые, еще раз говорю, это может быть авторское видение, это может быть какое-то дизайнерское видение, это имеет право быть, и оно должно быть. Вот давайте вот ваше видение, женское, потому что Настин подход, он больше банкирский, нежели... Ну, у нас есть творческое объединение, студенческое, да? И мы... Опять молодежь, да? Да. Молодежь. И мы вот уже без пяти минут выпускники, и у нас стоял вопрос о трудоустройстве. Кто куда пойдет, куда работать и куда устроиться, да? И творческому человеку работать на кого-то, это очень сложно и неинтересно. Я знаю, я по себе знаю, да. Ага. И если даже нас возьмут ювелиром-дизайнером, модельером, то все равно надо подстраиваться под рамки предприятия, да? Да, и это подтолкнуло нас создать вот творческое объединение, которое будет свободно творить интересные вот сейчас актуальные украшения, которые легко доступны, но тем самым очень интересны и эксклюзивно смотрящиеся. Это вот тоже среда, она сама формируется, вот нам нужно как бы оказаться есть и помочь. То есть смотрите, вот творческая молодежь, она сейчас сама по себе объединяется. Вот, да, получается. Это естественный процесс. От этого никуда не деться. Посмотрите, а в кластере они будут сидеть на льготных условиях, и у них сейчас огромные сложности с помещением. У нас 8 месяцев зима, извините, темно на улице, некуда сходить, грубо говоря. Холодно еще. Да, а когда они будут сидеть в кластере, это будет доступ 24 на 7. Творческие люди, извините, они просыпаются после обеда только, когда мы уже давным-давно уже полдня отработали. У них полет мысли другой, если они там начнут даже у себя в гараже там шуметь там, станками громыхать еще, Юра, допустим, машинкой своей начнет там ночами калашматить, то извините, сейчас есть соседи, и этому рады не будут. То есть есть три проблемы, которые они озвучивают. Вот я пообщалась с этой творческой молодежью, прежде чем к чему-то вот такому прийти, чтобы пройти к своему руководству и сказать, «Я вот хочу такое сделать». У них есть три основных проблемы. Это здание, помещение само, у которого был бы доступ 24 на 7, и в котором они могут оформить свое пространство, как они хотят. Большинство арендаторов, которые сейчас есть, помещение, они говорят, нет, вы у нас работаете с 10 до 8, потом охранник придет строгий, закроет ключом. Оформить вы ничего тут не имеете права, ни переставлять, ни стены убирать, ни перекрашивать, ничего этого делать вам запрещено вообще априорь. А тут я им говорю, творите, что хотите. Вот ваши квадратные метры, которые вы выбрали у меня. И вот что хотите, вот как хотите, на что у вас фантазии хватит, вот это и делайте. Помещение. И об остальных двух проблемах мы поговорим сразу, опять же, после рекламной паузы, которая, ну, опять из моего уха раздается. Реклама, Дима, реклама, давай. Сразу реклама. И вы смотрите третью завершающую часть шоу Дмитрия Аргунова, один из нас на самом деле. Шучу, конечно, просто я апеллирую к Насте, которая говорит, я соберу в своем классе. Вот. Какие две проблемы еще? Рынок сбыта? Помимо помещения. Было помещение, то есть нельзя... Кстати, тут в перерыве сказали, что априори глупо собирать под одной крышей кузнецов, швей, столяров и ювелиров. Ну, грубо, да? Да. Да, ну, образу-то. Так этого и не будет. Ювелиров там не будет? Нет, конечно. Кузнецов тоже не будет? Нет. Ну, то есть, еще раз говорю, у вас сугубо узкоспециализированные конкретно на сувенирный рынок кластер, получается, да? Сувенирный, креативный. Вообще, ребята, которые на самом деле... И Вителюфу тоже можно принести креативу некому, да? Но он производит фильмы. Можно его. Каудиовизуальным почему нет? Он не только фильмы производит, он делает фото. И сейчас он выкладывает свои работы в банк-банк фото, допустим, всего мира. Давайте вернемся. Им не хватает рынка сбыта. Я говорю, окей, как вы видите рынок сбыта? Они говорят, ну вот, мы там пытаемся там рекламу дать туда-сюда, через социальные сети работать и так далее, и так далее. Хорошо. А как говорю, вот вы завоюете местный рынок? Ну, города Якутска. А дальше вы как? В чем себя видите? Это должна быть одна из международных площадок. Ну, может быть, на Россию выйдем. Если там совсем хорошо все будет, выйдем на международный уровень. Нет, стартапер именно молодой, допустим, у него нет этих препонов, у него нет этих планок потолков, он говорит сразу. Я забыли. Мы можем передать свои знания молодежи. Особенно это есть проблема, остро стоит в лусах. О том, что Игорь говорил, да? Да. Преемственность какая-то? Преемственность вот эта вот. Ну, извините, человек должен быть с этим родиться, грубо говоря, да? Чтобы работать с металлом, чтобы работать с деревом, да? Здесь еще есть момент конкуренции, да? Здесь есть момент еще экономический. Если не выгодно, молодой человек, наверное, не пойдет там... Он говорит, это невыгодно, это как бы, грубо говоря, вымирающий вид, да? Лучше пойдет работать строителем. Строителем там заработают здесь час, нежели вот... Не, ну если душа тянет творит, извиняюсь, это ни с каким... Таких очень мало, наверное. Но смотри, Дим... Лучше, наверное, все-таки выделить вот эту вот специализирующихся фанатов. Смотри, ты видишь эффект компании Майтона? Вот эта вот компания выстрелила. Сейчас все наши молодые ребята хотят стать частью этого. Зарабатывать миллионы? Зарабатывать миллионы сразу же, да? Грубо говоря. То есть здесь молодежи тоже нужно показать один хороший пример. Одного примера хватит. И почему-то у нас очень плохо, да, что у нас почему-то так сложилось в республике. Мы не ценим то, что здесь и сейчас делают наши ребята. Мы начинаем ценить только когда они выходят на мировой уровень. И там где-то на каком-то конкурсе завоевывают места и так далее, и так далее. Вот тогда мы начинаем... Да и то мы ценим на уровне, знаешь, написали там в светском якутске, бла-бла-бла и так далее. На самом деле, я еще раз говорю, плюс всех вот этих ребят, они не производят ювелирные украшения. Им с чем вообще невозможно никуда пробиться. Их Антверпе не пустит, их там Гонконг не пустит и так далее. Согласны? А фанерные вещи, я извиняюсь, продавать могу хоть где? Согласны? Те же самые вот эти из кожи там и так далее, и так далее. В этом я вижу прелесть вот того, что они не ограничены вообще. То есть не идут конкретно там, вот конкретно там по канонам ювелирки должно быть такое изделие, такое. По ювелиркам мы поговорим отдельно вообще. Это поскольку состояние ювелирки на текущий момент, ну не то, что удрючить. В этом же и прелесть. Да. Ну в этом и прелесть, в этом и кайф. Вот я почему Арсана позвал, почему... Обычные вроде вот такие вот вещи, да, фанерные, вот эти значки, они копеечные, да, но их навало, их море. Их можно купить чуть ли не на каждом углу и так далее. Я не говорю, что про кузнечное дело. Тут, конечно, специфика своя есть. Своя есть. То есть я вообще не понимаю в кройке и шитье и производство каких-то там украшений с элементами финифти, да? Вообще не понимаю. Не хочу понимать. Здесь еще есть эффект трендов, мировых трендов, за которыми гонится на самом деле вся молодежь. Вообще сейчас ищут уникальные вещи, да, которые ни на что не похожи. Ничего они не повторяют. Вот посмотрите все последние коллекции там фэшн-дизайнеров, которые вот сейчас шагают к подиуму, да, весенние коллекции. Вы там не узнали свое платье якутское, холода и национальное укороченное? И приспособленное под подиум? Для брендирования именно нужны деньги просто. Просто деньги. Для грамотного брендирования. А вот таких маркетологов хорошего уровня и такого контента с широкой публикой абсолютно не только на Россию настроено, не только там, не знаю, на Штаты, Европу настроено, а вообще на весь мир развернуто, чтобы было такое. Допустим, есть такие ребята в Сингапуре. Они очень хорошо работают в этом плане. А почему они этим занялись? Вот задайте с этим вопросом. А потому что что им делать еще в Сингапуре? Там добывать нечего, да? Вода, вода, кругом вода. Что им, вот они начали и... Кластерный тип этому будет способствовать, да? То есть кластер это, я так понимаю, что это как фабрика, да? Как фабрика звезд там, да? Или фабрика мастеров. Допустим, вот эти украшения, да. Снять очень красивую упаковку, сделать за деньги. Заплатить оператору, монтажеру, актерам. И дарить вот медийным личностям, девушкам там. Но это не должно быть уже. Мне серьги не нужны, Игорь. Это путь, по которому пошел вообще весь маркетинг в России. Да, это модно будет. Это сейчас работает. Но если смотреть наперед, на будущее, то это, извини, это не сработает. Ну, сейчас надо использовать то, что работает, и зарабатывать деньги на будущее же. Это должно быть профессиональное решение. Все равно без денег, без денег, наверное... То, что мастер сам не может придумать. Должен прийти специалист, который посоветует с вашим рынком, с вашим продуктом на мировой рынок, можно выйти только так. Только таким способом. Для этого мы объединили Кузнецов, Единый Союз, чтобы выступать под единым флагом. Именно якутского ножа. А по отдельности мастера, наверное, им сложно очень. У них интернет, во-первых, телефонной связи в некоторых районах вообще нет. Дороги нет осенью, весной. Зимой именно, да. То есть тут идет та самая цеховизация, про которую мы говорили в перерыве, да? То есть по цехам они какие-то профсоюзы объединяются и уже начинают пролегать свой продукт общими усилиями. Они уже локально работают у себя дома и отправляют к нам сюда. И мы это уже рекламируем. Это и стихийные классы. Надо сказать, что у нас очень много такой креативной современной молодежи, которая мыслит нестандартно. И это наше отличие. Это наш ресурс. Будущее нашей республики. Все, кто к нам приезжают, это отмечают. Вот всегда наши гости говорят. У нас вот недавно тоже проводился форум совместного Массер-Генбанка. Приезжали специалисты из Кальверт-форума. И они были очень поражены, удивлены о том, что это есть. И мы вот как отдаленная территория, труднодоступная, мы сохранили это. И об этом мало кто знает. Да мы за консервированная территория, до которой очень трудно добраться. Иначе здесь была бы гопа целых туристов, допустим, из Новой Зеландии, которые раскупили бы все, абсолютно все накормлен. В этом наш плюс большой. И минус. Огромный минус. Очень жирный минус, на самом деле. Но сейчас с появлением интернета и площадок, и современного рынка на интернет-площадках, да? Ну, интернет у нас для юрлиц вообще бешеные деньги стоят. Это частности, это частности. На самом деле, сидя даже из дома, можно, наверное, организовать какой-то интернет. Я думаю, что на Питер ты вышел через интернет, и абсолютно спокойно, да? Да, конечно. Это единичный случай же. Для юрлиц именно... Ну вот поэтому, чтобы ты бешеные свои деньги не тратил, сидя в одном здании, мы объединяем в кластер, чтобы этой линией большой, у которой есть мощности, пользовались и другие в том числе. В том числе это касается и электричества. Там тоже, извините, да, свои требования. Это же касается и основания зданий и так далее, что туда, абы что не затащишь иногда. Да? И это же касается вообще той атмосферы в общем в кластере. Атмосферы творчества, атмосферы созидания, идей и так далее. Согласна. У нас остается очень ограниченное количество времени. Я хочу вот последние слова сказать, крайние, завершающие слова, да? На самом деле, хорошо, что идут молодые волки, для которых весь мир большая деревня, да? То есть, я проснусь завтра в Шанхае, там покрюшем Гонконг, Сингапур и так далее. Это очень хорошо, на самом деле. Еще раз, нам может быть, я не причиняюсь к старикам, но нам может быть это осознается с трудом, да? И еще раз говорю, они другие, у них совершенно другой подход. У них совершенно другие продукты, которые они культивируют. Допустим, те вещи, которые они очень охотно покупают, я ни за что бы не купил. Это совершенно другой подход, совершенно другое видение, совершенно другой мир. Но он-то наступит вот буквально через два года, через три года, через пять лет. И будем ли мы в одном поезде вот с этим миром, зависит от таких ребят, которые и будут созидать вот тот креативный мир, отражение нашей культуры, отражение нашего региона, нашего народа. От них все вот это вот зависит. Мы продолжим наш, конечно, разговор в других программах. А пока вот такое вот завершение нашего сегодняшнего разговора. Увидимся ровно через две недели.